Всем добрый вечер, дорогие друзья! PUBG Continental Series возвращается на ваши экраны после столь замечательного игрового момента и даже ни одного со стороны СНГ коллективов. Врываемся мы уже с Михаилом в эфир. С вами Одескин, Ярмаш. Михаил, добрый вечер. Привет, привет, Коля. Всем привет, кто присоединился. Как прошла твоя неделя? Давай по-простому. Зайдем. Секретная информация. Нормально прошла. Моя неделя. Я готов приступать к комментированию и просмотру второй недели PUBG, PS3. Мы можем освежить память, что у нас по табличке, как располагались коллективы после первой недели. И вот так вот подходят к девятому матчу команды. Кого мы можем отметить? Наверное, по СНГ пройдемся, которые нас два коллектива откровенно радуют. Торнадо Энерджи и Нозен Лайтс, которые первую и вторую строчку занимают. Дальше у нас идут Пинг Пони на девятой позиции, Натус Винсеры десятая позиция. И не очень хорошо получилось у Винстрика отыграть первую неделю, но, в принципе, еще дней достаточно много и подняться повыше возможности есть у этого коллектива также. Ты знаешь, хочется что добавить? В ближайшие два дня мы будем как раз-таки использовать еще словосочетание, что шансы сохраняются максимальные из серии. Даже фразу, даже не словосочетание, а фразу целую. Что впереди еще у нас остается больше половины дистанции. Но после окончания двух этих выходных игровых дней, да, это у нас, грубо говоря, экватор будет после окончания сегодняшнего дня нашего гранд-финала и завтрашний день мы уже перейдем глубоко к завершению, приблизимся, точнее, очень близко. Шансов будет у команд все меньше и меньше. Поэтому нужно в голове все-таки держать коллективам, которые хотят более лучшие результаты, да, для себя какие-то вот в Тежевинстрики хотя бы в восьмерочку, да, войти. Ну, вот мое мнение, скромное и желание, что хотя бы ребята камбэкнули и восьмер... Хотя же, подожди, 30 поинтов... Что? Что? 30 поинтов после всего. Ну, да, да, нужно набирать. Ну, не так много, но и не так мало. Но победы, победы нужны в любом случае, да. То есть нам Team Liquid показывали уже, Digital Athletics показывали, собственно, то, что с победой... ТСМ, точнее, прошу прощения. Team Liquid и ТСМ, и Digital Athletics, они, в принципе, там неплохо отыгрывали все время в верхней части таблицы были. А вот Team Liquid и ТСМ, это как раз коллективы, которые после победы ворвались в эту первую восьмерку. И ТСМ сейчас вообще четвертую позицию занимают. В принципе, все у них достаточно неплохо. Так, что мы еще можем отметить? Наверное, не только по СНГ коллективам, еще и по коллективам из Европы, где есть представители СНГ, да, вот про Ваню я говорю. Фейс Клан, да. Да, Фейс Клан. 12-ю позицию занимают. 36 поинтов имеют. Отрыв, конечно, гораздо меньше, чем у винстриков. От восьмого места. Но, тем не менее, эти поинты все равно нужно набирать. От Фейс Клан ожидают, конечно, более лучшей игры, более высокой позиции в этой табличке лидеров. И посмотрим, как Фейс Клан покажет себя на этой неделе. Потому что прошлая неделя была, конечно, не очень удовлетворительной. Я думаю, так и сами игроки считают этого коллектива. Ну, посмотрим, посмотрим, как сегодня. Ну, и ты знаешь, вот мы видели не раз от Фейс Клан Камбэк. Соответственно, для нас это вполне реальная история. Увидеть, как ребятушки возвращаются в игру. И даже после нескольких игровых дней, недель провальных, да, они все равно собираются и выдают тот результат, на который они способны. А вот есть Энс, есть Саунобойс, есть Этигет. Что происходит с Этигет? Этигет на скримах вчера просто фанились, вытворяли. Там сумасшедшее количество киллов на Хьюзе было. Ну, выдавали перформанс достаточно высокого уровня. Понятное дело, что скримы не всегда можно воспринимать всерьез, да, так как некоторые команды могут играть и даже не в полсилы. У них результат, ну, как, у них задача, может быть, не выложиться, а скорее больше даже посмотреть, что готовы предоставить и предложить конкуренты, да. Но в данном случае Этигет, что, будут ли вообще хот-дропы? Вот как ты думаешь, будет ли еще борьба за Гатку, леди гадка, роковая. Слушай, не знаю, не знаю, на самом деле. Ну, мы уже обсуждали-то то, что там не совсем хорошо у Этигетов получается в любом случае. Да и, наверное, про Сауну Бойс тоже стоит сказать, да, то, что не самую высокую они позицию сейчас в лидерборде занимают, поэтому наверное, кто-то должен принять волевое решение, да, либо в команде Этигет, либо в команде Сауну Бойс и решить, что давайте отдадим это, потому что пока ни одна, ни вторая команда никаких положительных для себя результатов из этих противостояний не выносит. Ну, извини. Ну, потом-то что? Ну, потом, да. Ну, хотя бы они выигрывают вот это противостояние раз на раз, да, за гаражами против Этигет. Страшнее за Этигет. Сауна вчера в хорошей форме выступили на скримах, очень здорово себя показали и если продолжат в том же ключе сегодня свое выступление, то будет приятно посмотреть за их игрой но Этигет, ну... Ну, они же две катки именно залили Сауни Бойс. Они именно залили эти поинты, да, одну вот просто ноль в четыре. Ну, одно четыре в ноль, да, одно три в один, ну, четыре в один, точнее, ну, такое, да, не супер. Ну, посмотрим, посмотрим, да, это один из вопросов, на который сейчас заранее ответить мы, естественно, не можем, информации у нас, к сожалению, нет, хотя, наверное, можно было бы и пообщаться, да, с кем-то там из Сауны Бойс или из Этигетов, но не факт, что кто-то что-то расскажет. Хотя в Пролик Хабе тоже же обсуждался этот момент вроде, нет? Ну, да, но, знаешь, как бы, то, что обсуждается, как говорится, нет, это первое правило бойцовского клуба, никому не говорить о бойцовском клубе, так же и тут по поводу Пролик Хабе. Все, что произносится там и остается там, в итоге, ну, даже и мы, если спросим, да, Этикеты скажут, но у нас был план, и мы его придерживались. Окей. Там нужно вызывать кого позднера, Дудя, условных, да, чтобы так заинтервировали парней, чтобы выйти на какие-то эмоции, на какую-то реальную, четкую пониманию, понимание, вот тонкую нить того самого момента, зачем? Вот, ну, я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, зачем? Вот ради чего? Ну да, говорили мы уже, что траншей гадки рядом, пустые, и вообще ничего не выносят, но с этигетами понятно, окей, там, ничего, ты смотрел какие-то другие, кстати, регионы, пока у нас есть время? Ой, я думаю, мы как раз-таки к этому вопросу пройдем дальше, у нас тут самое интересное сейчас возникнет под Михаилом, ключевой момент стрима, на самом деле, ради чего приходит львиная доля, львиная доля зрителей, это те самые коды, которые вам позволят активировать их, получить купончик, чего у нас нету с Мишей, хотя у нас есть дилей, и мы можем этим воспользоваться, шутка, шутка, нам запрещено, да, да, нам разрешено лишь только доставлять вам улыбку, наверное, эмоции какие-то позитивные, несмотря ни на что, ну и этот код для вас, ребятушки, вводите его, обязательно это нужно сделать в игровом клиенте, так как только лишь там есть данная опция, раздел киберспорт, да? Да, в разделе спорт, внизу слева, собственно, addgift, либо rhythm code, там кнопочка, на каком языке, я смотрю, у вас там игра, вот, туда вводите и получаете, собственно, купон, можете с ним голосовать за свою любимую команду, либо за какой-то коллектив, который сейчас сильно лидирует, вот, кстати, мы теперь можем вернуться, наверное, к другим регионам, потому что у нас там NA, я вот смотрел, во время опака я спал, вот, а NA получилось. Страшно. Да-да-да, у меня немножко режим такой интересный сейчас, да, и NA я смотрю. Кстати, на NA еще, ты знаешь, что меняется? На NA меняется, как играются карты, то есть они играют Miramar, Rangel, Miramar, Miramar, Rangel, потом на следующей неделе играют Rangel, Rangel, Miramar, Miramar, вот, есть некоторые различия, помимо призового фонда, о чем мы с тобой говорили, то, что у них распределение, тоже там немного другое, ну вот, и там соники, соники вообще разрывают, и вот, недавно к ним присоединились еще игроки из команды ГАЗа, тоже ГЭС, которые с... После всего. Да-да-да, они с этим там, ну у них прям канистра на логотипе. Бензин, Тоже 160 поинтов они имеют. И вот ОФ, и хотелось бы что отметить, мы говорили про команды, у которых не очень получается, это Shot2Kill, Shot2Kill, которые на квалификациях собрали вообще все, что можно, все там же на квалификациях у них выплачивались эти, всякие бонусы и так далее, игрокам, и вот Shot2Kill там собрали, собрали все, кроме одной какой-то награды, ее, по-моему, кто-то из Соников получил, я сейчас, кстати, посмотрю. Да, Тогглтон только получил Most Assist, 500 долларов, Most Kills, Most, большее количество ноков, дамага, больше всего комьюнити проголосовало за MVP, все Shot2Kill собрали, а сейчас на седьмой позиции находится. И вообще не получается. Но опять же, нет Тогглтона в ростере, что-то kill на этом покрессе. Ну, там Тогглтон, кстати, он неплохо затаскивал даже. Помнишь, кстати, клип, который был со Spire, когда Тогглтон был не очень доволен тем, что Spire писал. Такая же ситуация была в N.A., представляешь, с Тогглтоном. С ним? И? Да. И он выиграл, и он перестрелял, да, он пошел стреляться. Он пошел стреляться? Да, 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 и он перестрелял. А я все равно за Spire. Sorry, Тогглтон, я все равно за Spire. Я не буду ничего больше добавлять в этой ситуации. Это Battle Royale. Это не шутер-only шутер ради шутера, а just shooter for shooter. Это Battle Royale. Здесь количество, шансов выиграть в принципе равною всех. Как ты этим воспользуешься, это уже твое право, правильно? У нас никто не определяет, что ты должен выйти. Это обсуждая момент, когда, если кто видел этот клип на Твиче, когда Тогглтон возмущался, что Spire не выходил стрелять. Да, не выходил стреляться. Spire воспользовался такой опцией, и он ее по полной как бы реализовал, потому что ему вообще-то Сеня оставил один хитпоинт, если я не ошибаюсь. То есть там либо два, ну в общем... Три-три-три-пять, до пяти, да. На тоненького, да. Там полосочка исчезает просто. Вот все, у тебя нулевая полосочка, и ты уже дальше, ну, пекайся, не пекайся. То, что Тогглтон выиграл, ну, браво, но мы же не будем говорить, какой регион сильнее, и так далее. Да, Тогглтон вообще везде красиво себя показывает, и на стримах он выдает high-level performance, да, грубо говоря, выполняя иногда такие каскадерские хайлайты, демонстрируя все, что угодно, на что способен этот движок игры и вообще механики его. И вот он в Сониках выглядит вместе с Сониками отлично. Ну, вот, что-то Тогглтон его уже нет, и все. А у нас есть первый Мирамар. Даже так. Даже так. Так. Да, у нас первый Мирамар, есть самолет, выходит первыми Shift W, ну что, распучата, да, девятая карта, 64 лайв, 16 команд, топы Европы, все вот это, все, что вы знаете, дорогие зрители, и мы с вами начинаем просмотр. Shift W выходит, в Эль Азара, винстрики забирают для себя импалу, и выходит Энц. Выходит Энц, кстати, не в позиции Джанкиярда, да, они чуть пониже забирают, о чем мы с тобой рассуждали на прошлой неделе, то, что Энц у нас имеют здесь несколько вариантов распрыга, так скажем, или мест лута первых своих, и вот выпрыгивают они, кстати, там Рустан Мар выпрыгивает совсем близко к вампиру, и он, по идее, должен быть первым, так как раньше выпрыгнул, вампир летел, да, вампир здесь понимает, то, что он компаунд этот занять не сможет, и приходится ему смещаться в Ля Бенди, то есть в Пинпоне. Байстендер забирает северную часть Лос-Леонеса, южная часть за редлайнами, выходит у нас еще и Торнадо Энерджи под Лос-Леонес, Амакина, Чумасера, Digital Athletics компы между Пикадо и Чумасера, и мы видим, что Сауна Бойс летят куда-то вот вместе с Сеней, слушай, вышивали Долмара, а что там... Ну, Эль Поза, их же... Какие сумасшедшие самолеты преследовали вчера команды на скримах, я просто буду периодически отсылаться, если какие-то флешбечные истории будут происходить. Также и здесь мы с вами наблюдаем, достаточно некомфортный самолет, северо-запад вообще недоступен, ну, в рамках долететь до парашюти, если ты просто на старте раскрылся и через контрол летишь, но это ты закончишь долет, уже я не знаю, какой будет шестой круг закроется в этот момент. Ну, не суть. У нас благодаря этому самолету Бойс, Сауна Бойс, вышли на западной дороге, и, в принципе, в сторону Эль Поза они направляются и могут позволить себе даже в Эль Позу заехать, потому что Эль Поза в белом круге, и понимая и зная, как конкуренты любят быстро заезжать в подобные достаточно сложные круги, да, вот команды, которые там... Те же Ликвид. Вот Ликвид должны сейчас действовать достаточно быстро, да, обычно они так руководствуются именно быстрыми таймингами, быстрыми заездами при таких кругах. Ну, посмотрим, посмотрим. Круг не самый комфортный, забирает он у нас сколько процентов? 35, да, у нас где-то скала вот эта недостижимая забирает на западе гряда. Слушай, я забыл договориться-то, да, то, что... Да. Про команду, про эту Пес, то, что там два представителя из Европы, собственно, то, что они сейчас на втором месте находятся, европейцы даже в N.A. регионе показывают себя достаточно неплохо. Там играет Voxic и Honey Badger. Ну, видишь, это уже второй сезон. Второй сезон уже такая история. А так Марселик разве нет? Тоже не в N.A.? Там вообще очень много представителей Европы. Троллинг эти кромки. Там... Тролл фрам часа. Марселик с Норкесом играют. Они играют, да, и не троллс. Собственно, играет Хаксиетт. Там вообще Лайтшоу играет, если помните, такого вообще старый. Рип играет тоже вместе с Хаксиеттом. Они в одной команде Fabled. Халосинпай. Это как... Халосинпай, да. Лайтшоу, это как Майтшоу, только на Лайтшоу. А кто понимает отсылочку к Руслану? Ну, на самом деле, да, там очень много представителей европейской сцены, и они себя там, ну, показывают достаточно очень неплохо. Ну, вот нам тем временем показывают выезд от Лейквит. Липсин тоже же там сейчас играет. Да, 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 да. Он не пришел, правда, они в Челленджер Капи будут отыгрывать, но, тем не менее. Да, очень много, и пинг не решает, так сказать, по сути, если мы видим представителей Европы до достаточно серьезных позициях в таблице, это значит, что в нашей игре все-таки пинг не супер так уж критично решает в определенных ситуациях, да? Ну, Тогглтон тоже из Европы. Нет? Ну, Тогглтон на Австралии же вроде, нет он? Или что-то такое? Ой, надо будет, надо будет узнать, потому что он вообще у них кредит. То ли на французском у него клиент, то ли на каком игровой, у него у самого. Ну, да, да, что-то такое. Где живет, не знаю, но вроде он австралиец. Сейчас на одном из сайтов посмотрим его принадлежность гражданству. Именно. Я думаю, это нам сайт позволит посмотреть. Фейс Клан встречается тем временем с игроком команды Сауна Бойс Нуки. Достаточно непосредственной близости оказывается сейчас у соперника. Ну, ты не можешь мудрено. Фейс Клан перемещаются на хребет горный, как раз таки на котором мы не раз уже видели окончание зон. А готовы ли Фейс Клан здесь встретить Сауна Бойс? Я думаю, что они готовы здесь встретить Нави или там какие-то Digital Athletics, но вот то, что Сауна Бойс здесь оказались и сразу же лутались. Сауна Бойс, кстати, не очень все хорошо должно быть по ресурсам. И слушай, пушат здесь Густав вместе с Эйдзи и Нуки вынужден убегать. Отсюда Я сломался. Видимо, мы оба с тобой сломались, но Тогглтон еще второй и первый сезон отыграл в Сониках в Северной Америке в составе. Почему? Он никогда не был Шоттукил. Но ты сказал, что он не играл. Ладно, ладно. Я сказал. Забыли. Он же никогда никогда не играл. Ну ладно. Я пытаюсь понять его. А, у него Локейшн Норс Америка, у него все равно. А вот Австралиец он. Ну, должен быть Австралиец. По крайней мере, был. Я думаю, вряд ли что-то изменилось. Я, если честно, никогда даже на это не смотрел. Да, Австралиец Тогглтон. Ну и с учетом того, что если он играет с австралийским пингом, то это вообще шок-контент. Тут, как говорится, уже ничего не добавить. В принципе, ладно. Играет и играет. Кстати, забыли мы еще Лос-HD и Гекси, которые тоже катают в Рамблерс, в Эней, тоже представители европейской регионы. Ну ладно, перемещаемся, наверное, уже в Европу полноценно. Отдали мы дань уважения Эней региону, вспомнили европейских игроков в составах коллективов, которые играют. То есть следите, следите тоже за Эней, там достаточно интересные матчи бывают. Не всем, конечно, удобно по времени, но у нас страна достаточно протяженность, точнее СНГ вообще протяженность, серьезно, часовые пояса и кому-то. Континенты. Можно и вот так и даже смотреть. Дальний Восток, по крайней мере, можете позволить такое удовольствие именно в нормальном режиме наблюдать за происходящим в Северной Америке. У нас тем временем здесь ТСМ нашли ног по игроку команды ТИМ ЛИКВИД и здравствуйте! Неожиданно здесь спекс. То есть вард приехал добирать игрока команды ЛИКВИД, но Джимс тут как тут. Пытается Верки найти возможность как раз-таки прокинуть хаешку и может быть пострелять по Джимсу и урон наносит. Минус половина столба здоровья. Какая тайминговая! Просто вот на дно тоненького, на тоненького. Ну и сауно-бойс потеряли одного из своих тиммейтов в Нокино, показывает на втором экране. Да, да, да. Ибица только-только подтягивался и минус Джимс. Ой, неприятная ситуация. Там еще с дистанции пытаются простреливать Айра. У нас в сторону позиции разрезывающихся Тим Ликвид. Ибица отступает. А что под тиммейтем? Все очень так плотно на карте, что смешались просто все логотипчики очень жестко. Ну, у Сауно-бойс нету особой возможности поднять своего тиммейта. Рядышком пока что никого. Да, лежат смоки, но Ноден Лайт достаточно хорошо подпушили. Здесь Батули находится на южном направлении, по сути, как бы камера не смотрела, но это южное все-таки направление по карте. Да, и Поняши работают по скуйке. Да, накидали по нему чуть-чуть, пришлось потратить дым за этот автомобиль. И что, едет спасать здесь игрокоманда сауно-бойс, но все это под обстрелом от спайра, по миссы накидывают, Батулина уже находится над ним. Давай, Александр, минус колесико, минус второе, и что, побежит просто по опену. Ой, не очень много урона, конечно, прилетело, еще 19 прилетают, сколько там попаданий было. Он на морозе просто это сделал, никто не ожидал. Да, там Поняши Батулина открытся аккуратно, здесь нужно, ну и Анонимус достается все-таки Нозен Лайтс, и миссы здесь сейчас уже в севе, плюс еще Сикора находится в этом компаунде, должен его увидеть, сейчас Батулина, да, увидел игрока команды Сауно-бойс, и вот теперь фейс-клан, да, видит и Батулина, накидывает еще и по нему, и Ваня дает ног по голове уже убегающего Александра, буду сразу же продресса, здесь игроки Нозен Лайтс, но пока все неплохо, правда вот сейчас на мультикране мы видим то, что Шевдабуэ там спину заезжают, пока только один игрок, но тем не менее тоже может оказаться проблемой для Нозен Лайтс. Ну да, с такой дистанции уже Киля Кай может убивать там половину команды Нозен Лайтс, также и Зокер может к этому подключиться, и начинает Киля Кай расстреливать в сторону игроков команды Нозен Лайтс, Батулина отправляет нокаут, второе ногу для Батулина, ну и что, будет возвращаться кто-то из тиммейтов? Скорее всего, нет, потому что поднять будет крайне сложно, тачка, Лу с тачкой уехал, а пешком добежать это еще и светит тем, что может еще один игрок присоединиться к Батулину. Ростан Мар, тем временем дававший ног по игроку команды Розовые Пони, переместился к своему тиммейту, и что у нас здесь? Винстрики подъехали рядышком, Батулина все-таки заканчивается, Спайра не успел разрезать своего ингейм-лидера, ну и отступают игроки команды Нозен Лайтс, будут вместе находиться уже в кемпе, точнее один из игроков отступил к своим тиммейтам. Ну и прохзоны вот на ваших экранах уже как несколько секунд 40 мы наблюдаем может чуть больше за новым белым кругом. Ничего он пока что конкретного нам не демонстрирует, в принципе, да, нету севера, нету юга, нету этих западных скал. Торнадо Энерджи, кстати, Аля залутал дроп, ну и урон впитал. Ну да, уже набились так коллективы, то что особо двигаться никому и не нужно, там вот единственный игрок Байстендерс, мы видим то, что Флэмми находится где-то правее от Чумасера, Мэйт Байстендерсов и будут они со стороны Чумасера заходить уже по редлайнам там накидывают. Пока на наших экранах Винстрик, они заезжали севера через Сан-Мартин, двигались парни из СНГ коллектива, рядом находится игрок команды Энц в спине, можно сказать, у Винстриков Энцы и им тоже нужно будет двигаться. Скорее всего, вот следующий прок он будет уже достаточно много решать. Смотри, что Шевдаблые решают в свою очередь, отъезжают назад. Да, Шевдаблые переезжают, они все-таки предиктят для себя большее восточное смещение, северо-восточное, следующие белые безопасные зоны. У них под интерес, почему-то в их интересы попадает сейчас южная часть Монта-Нуэва и вот эти промежуточные кипы. Посмотри, достаточно неплохо выглядит заезд от Зокера в район стартовых точек для захода на хребе, да, основной этот. Ну, неплохо, неплохо кемп занял. У нас игрок команды Шевдаблые и будет заезжать нибудь иммейт. И нам тем временем показывают Айру и игроков команды ТСМ как раз-таки Айра и смотрит заехавшего по соседству игрока Шевдаблые и к нему же также присоединяется сейчас Килиакай. Вот-вот остаются шестаны. Айра какая же Экстри заживочка прилетела Как Килиакай здесь немножечко как говорится Фрейрнулся и за это был наказан. Ничего себе. Да, красиво. Да, жестко-жестко Айра пострелял конечно в этом моменте и Зокера здесь мотоцикл конечно привезен тиммейтом но Килиакай уже потеряю у нас будет реплей видимо и этого момента В полете В голову просто снимает И перелетел здесь дом Слушай, если бы на дом залетел Он мог бы еще и выжить Подожди, а зачем он вообще здесь Устраивал этот Паркур? Слишком сильно разогнался Хотел скорость набрать, чтобы во время переезда Не пристрелили А получилось, что вот этот трамплин Он немного помешал здесь Килика еще и нормально Заехать Не ожидаешь, наверное, что-то в полете Четенько в голову снимут Причем сменника, вот видишь, с Крисом Как-то объехать, решил чуть-чуть не стал В эту горку заезжать И плавненько в компаунд Все-таки добрался игрок команды Ну и Брайкска остается один На севере карты Ему, кстати, тоже нужно очень быстро переезжать Потому что Мотонева сейчас будет заниматься И по нему уже не один коллектив и не два А могут там три и больше стрелять На этом переезде Поэтому Брайкску нужно решение достаточно быстро Принимать тоже К тиммейтам отправляться Ты знаешь, ну вот даже обидно стало Наверное, я сейчас игрю в команда Шифдабл, который слишком быстро закончился Под натиском Майера зажима Но они же угадали даже с центром карты С нынешним Ну вот, ну все красиво получилось По итогу, а он ничем не может помогать своим тиммейтам В первой карте сегодняшнего игрового дня У нас вторая неделя Бабжи континента серия С номер три стягивается команду все плотнее К центру нынешнего круга Слушай, ну он уже поинт заработал же Батулина забрал как раз Киликай И там программу минимум, я думаю, для себя выполнил Тим Ликвид нам показывает Подъезжают здесь парни В пожарку доехали Уже втроем остались также игроки команды Тим Ликвид под бетонным заводом Находится Монтенуэла И что у нас Остринг Находит прострел по Айро Минус Айро Это пока только НОК Айро Заползает здесь в дом Тиммейты чуть выше находятся И тиммейтам нужно будет спускаться Интересно, вот Винстрики пойдут пушить эту позицию Вандер подбирается чуть ближе Кемпо там тоже переезжает на мотоцикле Но мы пока смотрим Амакен Ой-ой-ой, там есть ответный огонь От ТСМ, Фекс дает ног по Вандеру Вандер все-таки, видимо, вышел в опыт Чтобы попытаться как-то добрать Айро И вот он переезд Брейкска Под прострелами Брейкска доезжает Здесь еще и дверка отлично так открытая Завозит мотоцикл Максизуар Ой-ой, Фекс контролировал Как же обидно и Фекс так все это время Смотрел наличие противника мира Кью, отлично, Кемпо отвечает Максизуар, а при этом забирает игроки команды ТСМ Ну и что, у нас еще и минус Айро Хорошо, как хорошо Фексыч один Ну и винстреки, правда, без разменов не обошлись Потеряли Максизора Там еще и Пейджа подловил игроком команды Натус Винсор, это был Оранж Тут же только что, буквально твоего Ага, я понял Здесь просто на морозе парни заезжают в ЛГХУ Ладно, ясно Понятно Сейчас будут туда встрелом Сене Они на самом деле, правда, по Сене там попадают Так, у нас тут небольшой буткемп, видимо, организован Судя по тому, что Сеня Сидит, и сзади него тоже игрок там Слушай, ну мы потом отметим Это если у нас будут еще камеры Да, где и с кем сидят там игроки команды Натус Винсор Ну а пока дефаются они от Амакина и Байстендерс Стаб дает ног еще и по Хьорту Йеллоу там уже смоки расчехляют За зоной находится Байстендерс И у Нави есть отличная возможность здесь попробовать закрыть Коллектив Йеллоу смок уже положил Пытаются заехать здесь парни из Байстендерс Ну и это минус Оранж стабом распилили на двоих Просто весь коллектив Байстендерс Байстендерс плюс 4 поинта для команды Нави Уже неплохо, 5 поинт туда не получается на кивах Супер Который еще одного забирал за Макин Крутейшее начало для Натус Винсора И позиция у них неплохая Закрытие как раз таки северо-юго-западного направления Здесь последний игрок команды ТСМ Может встретиться с одним из игроков команды Ликвид Клип уже ждет Есть информация по фиксу Интересно, а у фикса есть информация о том, что его здесь поджидают Смотри, аккуратненько пытается прочекать молодой человек И да, да, есть понимание о том, что между противник Какие пики аккуратные И Ибельса пришел на подмогу Забирает последнего игрока команды ТСМ ТОП-15 для ребят ТОП-15 Байстендерс напоминаю 16 ТОП-15 ТОП-15 Так, Digital Athletics тоже контролирует для себя неплохой компаунд На высоте они находятся Настреливают сейчас по Pink Pony Pink Pony пытаются заехать А куда едут Pink Pony? А Pink Pony едут в Pink Pony Куда-нибудь 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 Да, на звезд гиря падает И Арчи тоже падает Ай-яй-яй Не успели нормально заехать в Pink Pony Ну и вот теперь еще и под обстрелом находится верхняя двойка Pink Pony И как бы поехать спасти-то вариантов очень мало Учитывая, что Team Liquid уже в компаунд перебежали Куда Pink Pony заехали Но достанутся, видимо, все-таки Digital Athletics У Шарчи так точно Слушай, ну тут история какая Тут Атлетиков контролируют другие конкуренты Вообще здесь третья пати, как говорится И розовым поням, в принципе, самим-то нужно в зону И тиммейты нокнутые в зоне лежат И заехать в этот кем было бы самым простым, по сути, да, визуальное решение По территории, по логистике, скажем так Но придется все-таки выбирать более сложное решение И уже начинают по ним работать игроки команды Винстрик Кемба пострелял, подпускает достаточно ближе он соперника Хочет усыпить немножечко внимания противника Ну и уже дальше подловить на выходе из тачки Немножечко скалы не мешают скалы Чуть-чуточки не хватает обзора Как раз-таки с верхней позиции для кембы Но Винстрик не оставляют надежду Чтобы как раз-таки встретить с караваем Ковровой дорожкой, свинцовой дорожкой своих оппонентов Слушай, а здесь только один подъем Вот в чем проблема И зона идет Винстрик и сами за зоной Но вот они могут сместиться И подъем этот встречать Вот Вандер уже к нему побежал Пинг-пони вынуждены будут двигаться вокруг этой скалы Учитывая, что сейчас еще синька закроет автомобиль Автомобиль так поставили То, что, ну, не получится выйти Опытается поволтить вообще Игрок команды Пинг-пони Здесь-то вампир Но, да, выгоняют Воймлу уже, кстати, оббегает Вот он по горочке бежит Видим мы его И Вандер совсем скоро по нему Сможет, наверное, вандер не смотрит Этот подъем Вандер в другую сторону Пошел как раз Смотреть Еще и помогают Какой тайминг Лохополу остается Кембо должен срочно Себа вкалывать Еще два тика Кембо не выживет один Боже, какой тайминг Да, да Да, нормально Нужно бустаться там кемби На самом деле тяжеловато Здесь будет проходить В любом случае Нужно будет против Тимлика Воевать И потом как-то В шиф-даву Врезаться А теперь по пинг-пони Настреливает Энс Вампир, хватит ли Запрыгнул Для прыжка Запрыгнулся Для прыжка Да, вампир Единственное то, что Ему не совсем пустят Наверное, к вампиру Чтобы его разрезать Да и Добьют Энс Игрока команды Пинг-пони Да, от зоны Нокнулся Но забирают Энс Тимликвит После прока зоны Не решили Идти в сторону Винстриков А пошли как раз К шиф-даву Очень много урона Здесь получает Один из игроков Тимликвит И Зокер Здесь еще и выживает Неплохо так Встретил Нужно Пропу Ей Там шеф-флешки полетели Да, да, да Но он молек успел Откинуть Как раз таки Брэкска начинает Помогать своему тиммэт Очень сложная ситуация Брэкска выходит Без АДСа стреляет Но Ибинца с Мэкси Справляется Из Брэкска И с Зокером Ицкрист не помогает Своим тиммэтом Потерял он их Потерял Теперь лишь Только Высиживать До последнего Поехали Винстрик У нас дальше Нужно заезжать На край зоны Как раз таки Под эту драку А будут ли гореть Горят оба Это нога Еще один Ибинца Тоже ногнется Это два нога Ицкрица Один в один Ой, какая ситуация Клип тащит За себя И за ликвидашку Там еще Яблул Подключается К Винстрикам Очень сложная ситуация И для Винстриков Они как бы хотели Третьим паттем Хотели третьим Паттем Решать в этой истории Хорошо Минус ликвид И минус розовый пони 14 пони 13 ликвид Да И здесь уже Винстрик Подошли Ицкриц Справился С темликвид Только теперь Нужно еще против Винстрик Воевать А там разбитый Армор Кембо Контролируют Под это все Подъезжает Острин Квандер Уже подошел Главное Суево Здесь не задавить Нормально Тормоза Работают Отличного Байка Полетела Там хаешка Это Что это Был еще Молики Жарит Хаешка Должна Быть Но Такое Что Не позволяет Пока Взрывать Игроков Команды Винстрик Но Втроем Против Одного Ицкриза Винстрик И должны По идее Здесь Нормально Сработать И дальше Будет Возможность Еще И Поиграть В зоне Пытается Здесь Подлутаться Немного Ицкриза Откидал Очень много Гранат Моликов Отлично Закину Какая От Остринга Плюс Пойнт Да Там Обратим Внимание Нам показывали Так что Правом Нижнем Экране Картинка В картинке Амакины Бьются Против Сауны Бойс За позицию Достаточно Очень важную Позицию В нынешнем Белом Безопасном Круге И Там Еще Натус Винстера Подключились К этой Истории Фастфейз Нокнул Квизи Айвас Пытается Также Встрять В разборке Между Фейз Клан И Торнадо Энерджи Но Торнадо Пока что Займутся Разрезом Своего Тиммейта Натус Винстера Подходит Поближе К игрокам Команды Ротлайн Секора Нокнул Айвас Айвас На дистанции Он не может Сейчас быть Разрезан Своими Тиммейтами Не лучшая Стрельба От Сени Но Все-таки Нейлап Остается Лох Ну и Полетела Раскидка Полетела Очень Качественная Раскидка Нейлап Справляется Но Супер Очень Качественная Это Не про Эту Ситуацию Лежит Ты Посмотри Как Лежал Марс Но Все-таки Успел Свои Хаешки Откинуть Одного Из Игроков Натус Винстера Нокаут Накал Нужно Перестрелять Махер Очень Кладно Против Игрок Команды Команды Родлайны Заканчиваются Отлично Атусминцы Расправляются С оппонентом А что у нас Дальше Все А Макин Что там Перестрелял Всех Нет Одного Сикора Остается Один На один Пока Да Тут вот Тяжелая Ситуация У Торнадо Энерджи Мелман В Ноке Густав В Ноке И Диджитал Атлетик За счет Своей позиции Конечно Пытаются Нафармить Здесь максимальное Количество Фото Выходит Прямо Над ними Кодмарка Добирает Одного Нокает Второго Мелман Также В Ноке Там Лежит Икзамп Остается Последним Молик Классный Прилетает Кодмарка Падает Здесь На игрока Команду Торнадо Энерджи Перестреливает А он В свой Молик Не зайдет Случайно Нет Нормально Там С Маке Молик Лежит И В итоге Просто Долутывается Кодмарка Они Тиммейт Еще Разрешают Четвером Будут Турецкие Братья Втроем Четвером Ай-яй-яй Ты посмотри Они разрешаются Зона Уходит И вот Драка Между Амакинами И Сауна Бойс Уже Выглядит Вообще Не Супер Обязательно Натас Винцера Подходит Крайне Близко Даному Кимпаунду Сикора Выходит Готов Он драться Против Своего Оппонента Очень Очень Неприятно Оказался В лежачем Состоянии У нас Игрок Сауна Бойс Да Сидят Натас Винцера Ну вот Андрей За спиной Усени Табыч Убестолч За спиной Хорош Единственное Что похоже На то Что Оранж У себя Дома Все остальные Ребята Втроем Находятся На Будче И очень Это Здорово Выглядит Страны Вот В чем История То Таб Синей Убестолч Из России Поэтому Наверное Троих Было бы Проще Собрать А вот С пересечением Границы По-прежнему Все Не очень Просто Поэтому Ну хотя бы Так Слушай Это Уже Классно Тем временем У нас Ваня Там Добирает Еще Оранж Эйдзи В ноке Отсмеш Отсмеш Сразу же Добирает Еще И Эйдзи Из Фейс Клана Здесь Перестрелка Стоп Это что За перестрелка Остринг Остринг Не Нок Митреллиус Митреллиус Все-таки Добрал Кембо А нокнул Во Хьюз Вообще Из-за Этигет Да Тут Очень Сложная Ситуация Была Для Винстриков Остринг Оказался Достаточно Близко К своему Оппоненту А тиммейты В кемпе Все Еще Остаются Мер Ооо В голову Отлетел Смог Видел Люблю Эти моменты Они всегда Доставляют Удовольствие Когда Вроде Ты кидаешь И вроде Ничто Не мешает А тут Случайно Голова Тиммейта Попадается И улетает Главное Что ни хаешка И ни молик Был бы молик То все Там уже бы Загорело бы все Помимо тиммейта Еще и пятые бы точки Друг друга Так Ну а зона У нас крайне Интересная Одна лишь Будочка У нас Впереди Выглядит Как в зоне Отлично Табыч Просто С СКС Затапал Дейкоты Противника И минус Фейсклан Кобычно Не получается У ребят Рустанмар Нокнул Забрал И продолжается У нас здесь Противостояние Ноден Лайт Против игроков Команды Энс Энс Поджимает Позиции НЛТ И у НЛТ Есть Вижен Какой-то урон Достается Все-таки Носпар А также Отправляется В нокаут Один в три Ситуация Для перфектик Саха Ешечка Закидывается Сейчас бы Самому не взорваться И отступили Отступили парни Ой Как же Хорошо Как ждал Рустанмар Очень круто Здесь реагировал На самом деле Продолжается Носфайт Диджитал Атлетикс Против Винстрика И Останга Точно Они спасут Там еще и по Вандеру Прилетают От этих гетов Не дают Не дают Винстрикам Никак пройти И сюда еще Подтягиваются Игроки команды Нави С противоположной Стороны Белого круга Они еще могут И из-за зоны Стрелять На самом деле Встречается Сидит Что в Атлетикс И Винстрика Фордж Гранатку берет Там у Кудмарка Не так много Не услышали Будет вухо выходить Игрок команды Диджитал Атлетикс Молниеножная реакция Натус Винстрика Сейчас только Может им помочь Но нет Кудмарка То есть Смэш Простите Второго отправляет Такаут У нас минус 40 Достается Вандеру Достается Оранж И минус Вандеру Минус с кем Бассейна Кстати справился С кем Но Все очень плохо Атлетики Кучу поинтов Собрали Минус Куча стволов У Натус Винстрика Ну подожди Куча Пока что минус 1 Разресывать пытаются Тиммейты Сейчас ребятушки И к табу идет гость Жданный Жданный 7 хитов Ну да Контролировали Контролировали Конечно здесь Спуск игрока Команды Диджитал Атлетикс Нави И красавчики Сработали Классно Пойнтов Уже на фармили 14 Показано Да То что Киллов Смотри 30 плюс 14 Килл ПТС Да 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 То есть В этой игре Они уже 14 Киллов На фармили Красавчики Вновь Оправляется Сетап от Эндерлоста И создождать Прыгнул Сетерлост Половина Столба здоровья Как не бывало Ну и дострелять Ну еще одно попадание Ах Не залетело У Беста Все таки Там еще и прилетают Сюрпризы А что это у нас Смок или что Прилетело Это видимо Флэшка Была какая-то Отсенья Да И остались Сдвоем Нужно Попробовать Как-то подождать Чтобы Энс Начали драться С этигетами И только тогда Как-то выходить Единственное то что Этигетам с Энс Очень близко До зоны И вот Для Нави Здесь не очень Везучая Следующая зона Нужно будет им Спускаться Под прострелом Энс С одной стороны Западной Если смотреть По карте И с восточной Контролирует Здесь Стендерлост Ну и ждут Энс И этигеты Ждут как раз Действий от Нави Слушай Выбирают в сторону Энс Пойти Нави Ну больше Опций Скажем так Возможность Шанс Более велик Потому что Справа Ты выходишь Фулл опен Там просто Пологий спуск И нету ни одного Дерева Ничего Ты просто Выходишь В открытую Здесь есть Какие-то деревья И вот можно Какими-то Кронами Подприкрыться Еще и нашугали Оппонента Сеня Пытается С высоты Как раз-таки Наносит Достаточно Неприятный Урон Диггере Также Может Пострелять По другому Игроку Но Рустанмар Отлично Отвечает И Тендерлосс Забирает Сеню К сожалению Для Натус Винсера Все было Предрешено Господи С самого начала Простите Предрешено Предрешено Да Тендерлосс Там бестович Добрал Рустанмар Отлично Пострелял Ну и что Да Остается у нас 4 в 3 Игроки команды Этигет Против Энс Рустанмар Очень сильно Просажен Причем Рустанмар Укрыть это Особо никаких Нету И нужно Ему уходить Там есть Будочка Греет он Уже Хаешку На Тендерлосс Тендерлосс Закидывает В отбратку Но Ни тот Ни второй Не попадает Да Еще одна Хаешка А вот это хорошо Рустанмар Перестреливают Фореверы Дигзу Диггери Кует пар Стоит Один Один Да нет Просто Ему на лицо Выходит Парни Ходять Флешки Прилетают Последний Игрок Это Тендерлосс Тендерлосс Нужно За всю Хурму Сейчас Просто Тащить Эту Ситуацию Ну Вот Уже Тендерлосс Точно Все Хорошо С разменом Забрал Рустанмара И что Они один В один По факту Единственное То что Есть Информация Да У Диггери У Тикс Где Находится Можно Сейчас Пойнты Добрать И попробовать Сразу Реснуть Игрока Своей Команд Что Не Ресает Будет Самоки Раскидывать Так Ты же Потом Не Успеешь Да Тендерлосс Тоже Не Бустался Но У него Есть Хешка И Два Молика Это В противостоянии Ой Диггери Еще и Патронов Нет 16 Патронов Наберили Если С первого Спрея Как-то Классно Не Попадет Здесь Диггери То Но У него Минник Есть Еще Пятерки Наверное Не Ждет С другой Стороны Ждет Два Патрона Визави Один На Один Ситуация За Гражами Разборки У нас Продолжаются Игроки Команды Digital Athletics Против Эти Гетов Полетела Хешка Эта Хешка Может быть Летальна Диггери Взрываются Три Хитпоинта Оставляет Это Дает Возможность Еще И Немножечко Ну и Все Очень Плохо Попадает В голову Диггери С Минника Остается Один Хеллспоинт У него И вырывает Он эту победу У Эти Гетов Кстати Странно Что не стал Отресать Своего Тиммейта Хотя Вроде Понимали Они То что Все Нокнуты Ну выиграл Выиграл Ладно Но это Очень На Тоникова Сейчас Было И Красавчики Энс Все таки Выцарапали Эту победу У четырех Игроков Команды Этигет Напомню То что Это противостояние За первое место Начинали Они В меньшинстве Да Очень удивительная Развязка На самом деле Как бы И все Было Для игрока Команды Этигет И Бонус По хитпоинтам Да И разрушенные Броники Там Касочки И все остальное И позиция Вроде Неплохая Но Чуть Не хватило Чуть Не хватило Может быть Перенервничал Может быть Просто Концентрация Немножечко Спала Под конец Все-таки Очень Хорошая Каточка Выдалась Для Этигет Вторую Половину Они отыграли Максимально Результативно Для себя Ну Дальше Типичный Типичный Турецкий Коллектив С любым То есть С уважением К ним С любовью Но мы Часто видели К сожалению Что Турецкие Команды В лице Wildcats Этигет Концовки Очень часто Проигрывают Преимуществе Плюс один ствол Когда у них Вспомни Амакином Вспомни и Энс И Финном Да И мы Ни разу Такое Наблюдали Ни один И ни два Когда Преимущество По стволам Все-таки Для них Нивелировалось И в итоге Они проигрывали Концов Но опять же Есть над чем Работать Хорошая попытка Этигеты Уже не Топ 16 Начнем с того Первый топ Для Финов Энс Также Начинает Свой легкий Шажок В камбэч Ну я не знаю Посмотрим Насколько он Легкий Для них Дальше Выдастся Но на ваших Экранах Хайлайты И это Да Слушай Кстати Одна из неплохих Игр для Финстриков Они вроде Там нормально Пофармили По поинтам Посмотрим Как это им тоже Поможет Чтобы двигаться По лидерборду Финстрик Финский коллектив Момент Вот этот полет Килиакая Как раз На пропасть Ого Здесь Иван Как хорошо Застрелил Конечно Хэдшотик Поставил Игроку Команды Redline А вот этого Мы по сути Не видели Так Более-менее Полноценно Прям Вот Такой же Момент Видели Ну там Сразу Несколько Ракурсов Обидно Да Вот здесь Неудачно Конечно Припарковались Причем Ты знаешь Что странно Почему Парковались Именно С вот этой Стороны С которой По ним Могут Стрелять То есть У тебя В спине Есть Тиммейты Правильно Которые Тебя Могут Прикрыться Ты можешь С их Стороны Дома Ну Со стороны Дома Которая Ближе К тиммейтам В нее Как-то Врезаться И тебя Тиммейты Покроют А здесь Ну вот Немножко Заезд Если мы Про микро Момент Говорим Организован Не очень Хорошо Получилось То что Они Прямо Ну вот То что Диджитал Атлетик Могут Стрелять Атимейты Не могут Прикрыть Ну там Смотри Там были Ликвид Они знали О том Что Ликвид У них Соседи Прямо В соседнем Доме Находились Ликвид И плюс А А ты Видел Этот Бит Кульбит От баги Или это Просто Со стороны Команды Атлетик Или Столько Это Так Выглядело Я думаю Что Со стороны Игрока Команды Торнадо По поводу Розовых Пони Они пытались На байке Заехать В разваленную Часть забора Самую Там Где Больше всего Пробитая Но К сожалению Там Видел Они Немножечко Не попал В траекторию Игрок И пришлось Выходить И вот Полу Полу Позиция Неприятная Ну и вот Это Концова Отличная Раскидка Обменялись Все таки Я не ошибся Моликами У нас Просто Когда Картинка В картинке Было Сложно Немножко Обменялись Моликами Ребята И И что Байстендерс У нас Топ 16 С нуликом Аж 4 коллектива 16 Байстендерс 15 Pink Pony 14 Redline 13 Tornado Energy Кстати 2 СНГ Из этих Нуликов К сожалению С двоечками Также У нас Два коллектива Это Фейсклана Макины 12 11 Строчка Соответственно С тремя Поинтами TSM И Northern Lights Десятая Девятая Слушай Ну и лидеры Это Tornado Energy Northern Lights Поинтов Особо много Не набирают В этой игре 0 и 3 Поинта Всего лишь Так Так выглядит Первая Восьмерка На ваших Экранах По 4 Для трех Коллективов Team Liquid Киршев W Sauna Boys 9 Забирают Winstreet Очень Неплохая Игра Для них Digital Athletics 13 Также Etiget 13 Два Турецких Коллектива Na'Vi 19 Поинтов И Enz 19 Поинтов Причем Enz Победили В этом Розыгрыше А Na'Vi Просто Очень Очень Много Киллов Сделали 14 Оформили Игроки Из СНГ Коллектива Ну и Киллидер На ваших Экранах И да Ты не ошибся На тот момент Собирали 6 Киллов На ТАВе 4 Собрал Оранж Также Рустон Март Дели вторую строчку С Оранжем С 4 Киллами 3 Усения И Диггери Ну и Это снова Финский Представитель Финского Коллектива Enz С Арсением Делят И четвертое место Ну и собственно Что у нас Два коллектива Которые заняли Первое и второе место По итоговой таблице Делят места Лидера В топе Да Представлены Только Игроки Из этих коллективов А вот по дамеджу Здесь Смэш Ну да Преимущество Собственно Позиция О которой мы с тобой Говорили Да В карте Когда они заняли Эту скалу То что по всем Практически могут Настреливать Смэш на первом месте 877 Урон нанес Тендерлос Также Турецкий Игрок Вторая позиция На третий Рустон Март Четвертая за Оранжем И пятая за Хьюзом Вот кстати Примерно похожие Да были у Диджитал Атлетик Все эти гет позиции Чуть ниже Эти геты сидели Но Они под таким углом Сидели То что все Кто вот под Диджитал Атлетикс Они по всем Могут стрелять Из Диджитал Атлетикс Могут стрелять Вообще по всем 360 С этой скалы То эти геты Те кто прячутся Короче от Диджитал Атлетикс Попадали под Эти гетов На севере карты Вот так как-то Получалось И очень много урона Эти два коллектива Собрали Так Ну что Такой себе Турецкий гамбит Такой себе Получился Ну а мы с вами Заключайтесь Как говорится Скоро мы продолжим PUBG Continental Series В самом разгаре Гранд финал